Здарова, молодые, безбашенные и современные Скайримщики! Ну шо, время топ-контентита настало у нас в декабре, да? Шо ж, это продолжение рубрики «Что будет, если в Скайриме?» И сегодня я вам покажу и расскажу, ну мне просто самому тоже вдруг стало интересно, прям вот настолько интересно, что аж спать не мог. Не вру, ага-ага, я не вру. «Что будет, если убить вон ту лошадь и рвануть в Хаммерфилл?» Не, ну просто, типа, брыкануть лошадь и посмотреть, что из этого, собственно, получится. Ну а пока я просыпаюсь, поскольку... А, нет, я же не сплю, эй, я не сплю, я же нарушитель границы, да? Можете поддержать это видео лайком. Ну а мы, я пока что буду пользоваться чит-кодами. Смотри, я, короче, открепил камеру, и вот примерно вот так это все со стороны выглядит. Как вот мы едем, все потихоньку, помаленечку. Вон та лошадь, которая нас везет. Мы ее сейчас браканем, посмотрим, что из этого выйдет. Давай, оп, выделяем, прописываем килл. И наша лошадь превращается в жевательную резинку. Причем карета по инерции продолжала ехать, пока не уперлась в елку. Но вот с лошадью, к сожалению, да, произошли вот такие вот данные фокусы. Хреначит ее, будь здоров. Ну, потом я камеру прикрепил снова обратно, и идет вся та же катсцена. Они говорят, ну, вот это вот все дефолтное. Интересно, а там варит все еще мед с мажемелыми ягодами. Там ульфрику буревестник, ты же вожак восстания. Ну, в общем, классический стартовый диалог. Он продолжается. Но продолжается он не до конца. Ну, а пока я сидел и слушал всю эту сценку, мне что-то вот этот вот стражник немножко неприметный такой вот сидит, да. И что-то вот этого всадника мне захотелось тоже бракануть. Я открепил камеру, пролетел ему в лицо прям практически, да. Решил открыть консольку и бракануть его тоже вместе с лошадью отсюда. Не, ну а что, пускай так чисто за компанию. Оп. Я не знаю, куда его тело делось, но оно, наверное, как в матрице отсоединилось. Ну, ладно. В общем, могу сразу с уверенностью сказать, что эта карета больше никуда не сдвинется. И мы из кареты не выйдем, как я и ожидал. Потому что мы не прибыли в точку назначения. Я сейчас немножечко вам поясню. Вновь открепив камеру, я улетел в Хелгин, чтобы посмотреть, что там творится без нас. А то мы опаздываем на вечеринку. А гости-то уже собрались. Все, все уже начинают пить напитки, а нас все еще нету. Опаздываем. Не, ну бывает, в принципе, лошадь сломалась. Вот. И поэтому сценка дальше не происходит, потому что нас нет на этом самом месте. Скрипты не активируются, поэтому мы не можем выйти из повозки. Ну, в принципе, не знаю. Думаю, больше показывать нечего. Я тут еще немного ляпаса дал генералу Тулию. Ну, так, чисто по приколу. Вот. И, в принципе, ну да. Все. Больше здесь показывать нечего. Если у вас есть еще какие-либо пожелания, что-либо где-нибудь. Не обязательно в начале игры, но где-нибудь что-нибудь такое бахнуть. Возможно, вы мне захотите написать это в комментариях. Будет приятно почитать. Советы интересные. Ладненько. Все. Всем удачи. Спасибо большое за просмотр. Приходите на трансляции. Они проходят каждый день в 16.00 по московскому времени. Буду всех ждать. Все. Пока-пока. Муа. Рррр.